МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня это заболевание – настоящий бич. Данные исследования показывают, что его наблюдают у 40% женщин и 20% мужчин старше 18 лет. Если к концу дня у вас устают и отекают ноги, а на коже явно появились сосудистые звездочки или паучки, сегодняшняя программа для вас, потому что говорить мы будем о варикозном расширении вен. Это не только эстетическая проблема, это серьезное заболевание, которое можно лечить и профилактировать. Как это правильно делать? На этот и другие вопросы в нашей программе ответит эксперт. А пока несколько интересных фактов из истории болезни. Казалось бы, узнать что-то новое о варикозе невозможно. Уж столько о нем написано. Но все-таки несколько интересных фактов нам удалось раскопать. Знаете ли вы, что варикозная болезнь получила свое название от латинского слова варикс, что переводится как узел? В первом веке нашей эры Аврелий Корнелий Цельс определил принципы лечения венодных трофических язв. Он предложил перевязывать или выжигать вены, подходящие к язве, а саму язву закрывать известковым пластырем или льняным бандажом. Во втором веке Гален разработал метод разрушения варикозных вен специальными крючками. Популярные в наши дни компрессионные чулки были придуманы в конце 17 века. Их появлением мы обязаны сержанту-хирургу британского короля Чарльза II Генри Вайзману. Он догадался, что расширение сосудов может быть вызвано недостаточностью венозных клапанов и начал прописывать больным ношение чудо-чулок. Этот метод, кстати, признают достаточно эффективным и сегодня. А сейчас самое время представить наших сегодняшних гостей. Сегодня о варикозном расширении вен мы будем говорить с врачом-флебологом, членом Белорусской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, членом Балтийского общества-флебологом Борисом Абовичем Маслянским. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут традиционно студенты Гомельского государственного медицинского университета Валерия Жизневская и Артур Макаров. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Традиционно мы нашу программу начинаем с вопроса для вас. Вы можете показать свои знания. Вопрос для вас уже готов. Внимание на экран. Варикозное расширение вен как заболевание известно человечеству очень давно. И так же давно врачи предпринимают попытки его вылечить. Занимался исследованием этого вопроса и Гиппократ. А как он предлагал лечить варикозное расширение вен? Это вопрос для вас. Ребят, для вас уже прозвучал первый вопрос. Вы можете покопаться немножко в истории и найти на него ответ. А мы пока начнем наш разговор. Борис Абыч, мы сегодня уже говорили о том, что варикозное расширение вен – это не только эстетическая проблема, это еще и серьезное заболевание. Что же такое варикозное расширение вен? Варикозное расширение вен – это появление на ногах человека расширенных в виде узлов или змеевидных извитых вен. Варикоз поражает поверхностные вены. Глубокие вены не поражаются варикозом, потому что они находятся в толще мышц. Но какие же основные осложнения такого варикозного расширения вен? Чем это опасно? Возможно, два варианта неблагоприятного развития заболевания. Первое – это постепенное прогрессирование, когда у пациента развиваются явления хронической венозной недостаточности. Венозная недостаточность проявляется кожным зудом, отеком, трофическими нарушениями в виде пигментации, индурации кожи и крайняя степень – это трофические язвы. Но это медленный путь, который развивается годами, иногда десятилетиями. Другой вариант неблагоприятного развития заболевания – это тромбообразование. Варикозные вены – очень сильный стимул для образования тромбов. Когда образуются тромбы, никто не знает. Это может случиться сегодня, завтра, через неделю или никогда. Вся беда в том, что когда тромб образуется, первые 3-5 дней он никак не дает о себе знать. А это самый опасный период, ведь тромб растет, развивается, может фрагментироваться, отрываться и приводить к тяжелым последствиям. Самая частая причина внезапной смерти у людей в любом возрасте – это отрыв венозного тромба, закупорка легочных артерий, которые приводят к смерти. Но если говорить вообще, существует такая статистика, что все-таки чаще варикозное расширение вен – это удел женщин. И тут прежде всего такие причины, как беременность, роды и ношение каблуков. Так ли это на самом деле? Вообще варикозное расширение вен – это генетически обусловленное заболевание. И это причина, наследственная предрасположенность. Российские ученые из Москвы и Новосибирска уже нашли ряд генов, которые отвечают за варикозную трансформацию венозной стенки. А все остальное – это провоцирующие факторы, такие как тяжелая физическая нагрузка, ожирение, хронические запоры. Конечно, у женщин таких факторов больше. Это и гормональная перестройка во время полового созревания, во время беременности и родов, во время климакса. Но если говорить все-таки о каблуках, насколько это опасно в плане развития варикозного расширения вен? Ну, среди причин, которые приводят к варикозному расширению вен, каблуки не прописаны. Мне очень нравится женщина на каблуках. Женщина на шпильках – это шикарно. Но кровь по венам течет снизу вверх против действия силы тяжести. И основной механизм перемещения крови в сторону сердца – это сокращение икроножных мышц. Когда женщина ходит на высоком каблуке, икроножные мышцы у нее не работают. Она передвигает ноги, как на ходульках. И тогда, спустя несколько часов, появляется отек, усталость в ногах, напряжение. Не зря говорят, что женщины, имеющие туфли на высоком каблуке, счастливы минимум два раза в день. Первый раз, когда их надевают, а второй раз, когда снимают. И второй, наверное, еще более счастливы. Борис Абович, ну а если говорить о профессиях, например, те профессии, когда человек стоит, вот парикмахер, действительно ли это тоже как фактор дополнительной риска? Действительно, длительное стояние, неподвижное стояние у представителей таких профессий, как парикмахеры, хирурги, операционные сестры, педагоги, продавцы, станочники – это сильный провоцирующий фактор в плане варикоза. А если говорить о мужчинах, какие факторы риска все-таки характерны для мужчин? Ну, известно, что реже гораздо это заболевание, но вот и насколько оно тогда реже? Действительно, мужчины не рожают, и с климаксом у нас дело обстоит немножко проще. У мужчин на первый план выходит тяжелая физическая нагрузка, длительное стояние, ожирение. Отдельные виды спорта тоже могут приводить к варикозу. Так, например, у стаеров, у велосипедистов, которые длительное время нагружают свои икроножные мышцы. Дело в том, что когда идет повышенная нагрузка на мышцы, нужен новый приток крови, и организм отвечает учащением сердцебиения. Когда и этого не хватает, открываются так называемые артерии венозной шунты. То есть кровь из артерии сбрасывается в вены напрямую, минуя капиллярное русло. Когда такая нагрузка неоднократно часто повторяется, это и приводит к варикозу. Кроме того, у представителей восточных единоборств часто варикоз возникает вследствие частых микротразов, травм икроножных мышц. А если говорить о вегетарианстве, то есть существует такое мнение, что у вегетарианцев все-таки варикозное расширение реже. То есть какая-то связь с питанием. Ну, теоретически, да. Наверное, можно это представить. Вегетарианство меньше запоров, меньше напряжения внутри брюшного давления. И, по идее, должно быть меньше варикоза. Но на самом деле никто таких исследований не проводил. По крайней мере, мне такое в литературе не встречалось. Истинных вегетарианцев не так много. И, честно говоря, отследить их и сделать какой-то вывод, ну, это достаточно сложно. По крайней мере, я такого не встречал. Борисович, я сейчас предлагаю выслушать ответ наших ребят на первый вопрос, который был о гиппократе. О том, как он рассматривал варикозное расширение вены, как предлагал его лечить. Кто будет отвечать? Я отвечу. Да, пожалуйста, Артур. Вообще, гиппократ был против лечения оперативного варикозного расширения вен. Иногда он советовал производить надрезы и проколы в венах, сочетая данную процедуру с тугими повязками. Но подчеркивал, что после проведенного лечения может возникнуть трофическая язва. Он считал, что через трофическую язву из тела человека выходит дьявольский сок. И рекомендовал их промывать водой. Ну что ж, спасибо за ответ. Я думаю, что подходы изменились на сегодняшний день, и мы об этом еще услышим. Ребята, для вас готов уже второй вопрос. Внимание на экран. Ребята, готовьте ответ на ваш второй вопрос, а мы пока продолжим наш разговор. Борис Абович, если говорить об эстетической проблеме варикозно-расширенных вен, узелки, звездочки видимые, это начальная стадия заболевания. Как вообще вот к этому относиться? Человеку не обращает на это внимание, или все-таки это заслуживает уже внимания врачей? Часто беспокойство женщин вызывает появление венозных сеточек, звездочек, паучков. Это действительно первая стадия заболевания. Но по сути заболеванием это явление не назовешь, потому что это женская физиология. Под воздействием эстрогенов мелкие сосудики имеют свойство видоизменяться. Их можно сравнить с седыми волосами. Насколько это несимпатично может быть выглядит, но это абсолютно безвредно для организма. И это очень индивидуально. У кого-то, так же как седые волосы, в 30 лет уже вся голова седая, кто-то ходит до 70, и у него свой цвет волос и три седых волосины. Точно так же с мелкими сосудиками. Они есть у всех женщин. У кого-то больше, у кого-то меньше. У кого-то розовые и почти незаметные, или видны только самой женщине. У кого-то фиолетовые, яркие и бросают совсем в глаза. Но это чисто косметическая проблема. Но она тоже значима, и женщины по этому поводу часто приходят. Можно ли им помочь с этим? Безусловно. На сегодняшний день все делается для женской красоты. В том числе и с этими звездочками-паучками. Существуют различные способы. Самое распространенное – это так называемая микросклеротерапия. Ведение некоторых лекарств, которые вызывают склеивание этих сосудов. Сегодня в мире появились специальные лазеры чрезкожные, которые позволяют убирать такие сеточки не только на ногах, но и на лице. Достаточно безопасно и эффективно. Но в целом это проблема косметологов. Но если говорить о том, что уже стадия заболевания достаточно серьезная, нужно обратиться к врачу. Что человек в этом случае уже, какие у него появляются симптомы? И к какому врачу ему нужно обратиться? К терапевту или к флевологу? В международной классификации варикозного расширения вен выделяется 6 клинических классов или 6 стадий заболевания. Первый мы уже с вами обсудили – это телеангиоктазия или звездочки, сеточки и ретикулярный варикоз. Мелкие, извитые венки, которые просвечивают через кожу. Второй класс – это появление варикозных узлов диаметром более 3 мм. Третий класс – это варикозное расширение вен в сочетании отеком, с отеком ног. Четвертый класс – присоединение трофических нарушений. Пятый и шестой класс – это разные стадии развития трофической язвы. Безусловно, любой из этих классов требует уже консультации специалиста. Но к какому специалисту пойти, у вас, конечно же, есть выбор. Так же, как если у вас, например, сломался кран, вы можете пойти в магазин, купить новый кран, посоветовавшись с продавцом, и попробовать поменять его сами или попросить соседа. Можно вызвать работника ЖЭКа, ждать его несколько дней, пока он выздоровеет, или пока у него найдется время, потом вам придется самому покупать расходники или кран, потому что у него нету. Обязательно вы купите что-то не то, и в конце концов вы все-таки отремонтируете свой кран. Или же пригласить частника, который придет с краном, с расходниками, быстро и красиво все поменяет, но за это надо заплатить. Что касается здоровья, тут выбор, конечно же, ограничен. И первые два варианта самолечения и обращения к соседу не годятся. Конечно, вы должны обратиться к специалисту, но в этом есть определенная сложность. Флебологов в Республике Беларусь такой специальности нет. Если во всем мире лечением варикозного расширения вен занимаются дерматологи, то у нас это прерогатива хирургов, а в последние 20 лет, наверное, больше всего этим занимаются сосудистые хирурги. Гиппократ, про которого мы сегодня рассказывали, был великим прогрессивным врачевателем. Но я лечить к нему варикоз бы не пошел. Подходы изменились на сегодняшний день. Безусловно. По мере накопления знаний, развития медицины, развития методов лечения, медицина все больше заужается, все больше специализируется. И сегодня варикоз нужно лечить у того, кто занимается лечением варикоза, а не терапевты, хирурги или сосудистые хирурги. Только к тому, кто занимается лечением. То есть мы делаем вывод, что все-таки врач-флеболог наиболее полно и профессионально сможет помочь в лечении? Безусловно. Сейчас очень много рекламы. Фирмы предлагают мази, применение которых гарантируют красивые ноги из лечения варикоза. Можно ли действительно мазью что-то вылечить? Ну, к любой рекламе нужно относиться трезво и осторожно. Действительно, в лечении варикоза есть консервативные мероприятия и инвазивные методы. К консервативным мероприятиям относятся таблетки, мази. Но ни одна мазь, ни одна таблетка вас не избавит от варикоза. Ношение компрессионного белья – все это от варикоза не избавляет. Эти мероприятия направлены на уменьшение каких-то симптомов, на борьбу с усталостью в ногах, на борьбу с ощущением сжения в ногах, напряжение. Компрессионный трикотаж – очень эффективное средство в плане профилактики тромбообразования. Но для того, чтобы избавить человека от варикоза, нужны какие-то инвазивные методики. Их на сегодняшний день очень много. Это и открытые операции, это и малотравматичные процедуры, которые пришли на смену открытой флебектомии, мини-флебектомии, лазерные и радиочастотные облитерации, различные типы склеротерапии, стволовая склеротерапия по дозе контролем, флебогриф, кларивейн. Это применение склеротерапии с различными механическими приспособлениями. Это и клей появился в разных странах. И сегодня уже есть работы по использованию ультразвука для лечения варикозного расширения вен. На мой взгляд, специалист, который занимается лечением варикоза, должен обладать всеми доступными в нашей стране методами. Склеротерапия, лазерное лечение, мини-флебектомия. И каждому пациенту выбирать наиболее оптимальный метод лечения. В нашей стране все эти методы доступны. И наши соотечественники вполне могут получить от таблетки до сложного хирургического вмешательства. Безусловно. У нас в стране не зарегистрирован только клей. Но идут огромные споры по поводу его применения. Все-таки клей – это инородное тело, которое остается в организме надолго. И сегодня есть работы по осложнениям клеевых методик. Все же остальное у нас в стране зарегистрировано. И можно использовать для лечения варикозного расширения вен. Борис Абович, спасибо большое. Давайте сейчас выслушаем ответ наших ребят на второй вопрос. И я напомню, что он был о том, какие блага цивилизации и стремления к красоте приводят к увеличению частоты варикозного расширения вен. Давайте я отрешу. Пожалуйста, Лера. Высокая частота варикозной болезни в индустриально развитых странах в какой-то мере обусловлена особенностями питания. Дефицит клетчатки приводит к хроническим запорам, что в свою очередь является причиной перманентного повышения внутрибрюшного давления, ну и в конечном итоге приводит к расширению вен. Помимо этого, существенное влияние на течение и развитие варикозной болезни оказывает образ жизни. В частности, доказано неблагоприятное влияние неподвижного пребывания в положении стоя или сидя, а также статические нагрузки с поднятием тяжести. Например, вот как сейчас в стремлении к красоте люди изнуряют себя силовыми тренировками. Если есть предрасположенность к варикозной болезни, то рекомендуется исключить тяжелые физнагрузки, и в таких случаях люди могут заниматься бегом, ходьбой, и особенно позитивно влияет плавание. Помимо этого, стоит отметить влияние на патогенез варикозной болезни дисгормональных состояний. Их роль в последнее время прогрессивно возрастает, что обусловлено широким распространением и использованием средств гормональной контрацепции, а также популяризацией гормонозаместительной терапии у женщин в предклимактерическом периоде, что позволяет и выглядеть моложе, и в целом легче переносить годами на паузы. Но в результате исследований тоже было доказано о том, что эстрогены и прогестероны снижают тонус венозной стенки за счет постепенного разрушения эластических и коллагеновых волокон. Ну что ж, Лера достаточно полно ответила на этот вопрос. И уже как бы подытоживая сегодняшний наш разговор, Борис Абович, я хотела бы попросить вас несколько советов для наших телезрителей о том, как профилактировать развитие варикозного расширения вен, а если оно все-таки есть, как предупредить развитие осложнений. К сожалению, какого-то надежного средства, позволяющего профилактировать появление варикоза, не существует. Ни один из перечисленных мною методов лечения не воздействует на генотип человека. А мы говорили, что решающим фактором является наследственная предрасположенность. Поэтому даже если вы выполнили успешную операцию по лечению варикоза, раз в год вы должны делать узи вен, контролировать появление, возможно, новых каких-то очагов. Как говорят французы, вены, как и зубы, нужно лечить всю жизнь. Безусловно, движение – это залог успеха. Постоянно ходить, бегать, плавать, ездить на велосипеде – это здоровье. Если вам предстоит какое-то длительное стояние, длительные перелеты или переезды, защищайте свои ноги компрессионным трикотажем. Это профилактика тромбообразования. Берегите себя. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня о варикозном расширении вен мы говорили с врачом-флебологом Борисом Абовичем Маслянским. А помогали нам двое студентов Гомельского государственного медицинского университета – Валерия Жизневская и Артур Макаров. Спасибо и до новых встреч. Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что здоровый нищий поистине счастливее больного короля, говорил когда-то Шопенгауэр. И был абсолютно прав. Но это проверять лучше на чужих примерах. Берегите себя, не болейте. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова